Семейная ферма Сергея Лишенко – одна из лучших не только в округе, но и в Подмосковье. Дур, першами, калахари, рэд, лакон – для русского слуха названия непривычные. Все это породы мелкого рогатого скота, коз и овец, которые выращиваются на ферме. Породы заграничные, редкие, на вид красивые. А главное – молоко дают пригодное для изготовления молочных продуктов премиального качества. Вы знаете, наверное, самое главное даже не для округа, самое главное, наверное, для жителей. Пусть это будет округ, Московская область. Слушайте, классно, что у нас есть такие производители. Когда, я думаю, вы сами пробовали уже эту продукцию или попробуете эту продукцию, и сразу возникает, наверное, чувство, как в детстве. Вот настоящее, настоящее деревенское, все это. Начали визит с экскурсии по ферме. Малышки Джерси только недавно родились. Телята – одно из самых старых жиромолочных культурных пород. Жирность молока от 6% и более. Джерсийская порода выведена в Англии путем улучшения местного нормандского и британского скота и отбора его по жиромолочности. Это то, что у нас родилось в прошлом году, май-июнь. Вот тут девчонки стоят, вот эта группировка. Это май-июнь. Это то, что родилось в декабре-февраль. Вот 6 голов здесь. Хозяйство Сергея Лишенко занимается не только разведением редких пород, но и изготовлением кисломолочной продукции сыров. А главное – поддерживает начинающих фермеров и занимается развитием отрасли живодноводства в целом. Пытаемся донести до молодых фермеров в своем проекте, как начать свой бизнес, как его довести до уровня прибыльности, чтобы было понятно молодым фермерам, какую породу заводить, как перерабатывать продукцию, то есть молоко либо мясо в конечный продукт. На его ферме живут 30 коров и около 400 голов овец и коз. Благодаря гранту фермер планирует увеличить поголовье скота. Идет расширение переработки молока. Осенью ожидается большой отел. Также развивают дополнительные площади, где будут размещены животные. К 2027 году планируют выпускать уже 5 тонн молока. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глазер. Новости Большого округа.